Всем привет, с вами Юлия Ульянова, и это будет новогодний такой немножко влог, я уже собралась. Мы поймали польское радио, я не ожидала, что здесь можно поймать польское радио. Это, конечно, создает ощущение путешествия, ехать всего где-то 40 минут, и в эту ночь мы останавливаемся в очень классном отеле. Если вдруг кто-то смотрел Орел и Решка, вот это тот самый отель, в котором останавливался бедняков. И когда ко мне приезжали подруги в Калининград, все смотрели этот выпуск Орла и Решки, и, в общем, о Калининграде, наверное, знают в основном по нему. Так вот, сегодня мы поедем в пригород Калининграда в город Светлогорск. Здесь такая дорога, вдоль нее с двух сторон домики и лесочек. И даже не просто дорога, а брусчатка. То есть, по всей видимости, это та еще дорога, по которой лошадки скакали. Меньше чем за час добрались мы до Светлогорска, и вот он, вот там вот этот отель, Гранд Отель. Но пока непонятно, как туда ехать. Мальчик к нам приходит и показывает, где поставить машину. Припарковались. Восхитительное зеркало. Сейчас нужно сделать чек-ин для начала. Все такое новогоднее уже. На самом деле, время еще только час дня, а здесь уже как-то очень темно. Ощущение, что солнце где-то за горой. Здесь очень такой маленький-маленький номерок. Прямо как в Париже. В Париж стайл. Хотя нет, наверное, в Париже поменьше. Но, в принципе, номер очень-очень миленький. Окей, посмотрим, что там. Надо везде свет включить. Мне так вообще не нравится, когда нет света. Очень миленькая баночка. Вообще, конечно, это отель 5 звезд. Он такой местечковый. Нет, он прикольный, он милый, он такой уютный. И, конечно же, элементы декора роскошные. Так, что у нас тут МНДМ-сики есть. И даже целый настоящий телевизор. И маленькая елочка. И с Новым годом. В принципе, прикольный такой номер. Ну, да, нормальный. И, на самом деле, здорово. Хотя бы мы что-то решили. Это был 29-го числа. И остался один номер, последний. Вот этот вот. Но вид был только один. То есть вид не на море, а вид на двор и на припаркованный автомобиль. Надо пойти, на самом деле, гулять. Потому что пока еще световой день, который я не хотела пропустить всеми силами. И потом долго еще собиралась. Ну, все, мы пойдем гулять. Все, я завернула себе Алёнышку с платком. И сейчас пойду гулять. Только что вышли с отеля. Взяла карту. Очень прикольно тут. Людей мало. Чайки здесь плавают. Видно дно. И здесь есть лебедь. И лебедь не простой, а лебедь, он перемотан. Шарфик у него. Это он пряжа. Я как только вышла, первое ощущение, то шум моря и чайки. И так тихо, и так здорово. В этом отношении здесь, конечно, весьма приятно. Можно увидеть, как у лебедей ножки двигаются там под водой. Потому что прозрачная водичка. Я так приблизила, что уже сама не вижу, что я снимаю. Вышла я из отеля, а сам отель даже и не сняла. Мы поднялись на одну улицу вверх. И у меня по традиции, которая почему-то сложилась в Калининграде, глаза просто слезятся. Так что если вы будете видеть, что я плачу, это не от того, что здесь какие-то прекрасные виды. Не от того, что что-то трогательное произошло. Мы здесь, и вот на улице курортная, и номер один водонапорная башня Раушен. Это вот то, что нам надо посмотреть, да? Вон дятелу. Даже дятелу посадили. Вот. Вот она. Наша дорогая водонапорная башня. Мы уже к ней идем. Это местная достопримечательность. Довольно прикольная. У меня уже такое веселое настроение. Забавное. Здесь очень мило и очень похоже на такие очень разные небольшие городки. В Черногории трагедия какая-то в детском мире очередная произошла. Какая башня прикольная. Сейчас я вам ее сниму. С этой стороны башни, это еще прямая. Красивая штука. Реально красивая. Есть тут на что посмотреть. Теперь нужно заинстаграмить это. И орнаменты есть. Здесь есть детальки. В целом какое-то очень эклектичное такое настроение получается у города. Потому что вроде как и есть какие-то миленькие моменты. И вот это больше такой русской, наверное, культуры. Может быть, блинные какие-то сказочные вещи с этой стороны. Больше какой-то европейской культуры. И сувенирные лавки. Они такие на морскую тему. Здесь на янтарную. И все какое-то вместе очень миленькие. На прямое все лицо. Если будете вдруг в Калининграде и окрестностях, обязательно зайдите в Кёнигсбакер. Кёнигсбакер. А там в той стороне... Ой, кофе как запахло. В той стороне еще будет круассан-кафе. Для тех, кто лучше читает, чем соображает по картинкам. Здесь вот написано дом, вокзал. И самое, что нужно поесть и поспать. Кто хуже читает, но лучше понимает по картинкам. Здесь, как вы видите, там кроватка. Какой-то столик. Сверху братья Люмьер. Подводная лодочка. Вообще прикольненько. И вот вокзал. Очень миленький, между прочим, вокзал. Какая интересная царевна-лягушка. Здесь есть канатная дорога. Сейчас, конечно, холодно, но в целом на летнее время. Прикольно. Канатная дорога уходит в море, да? Ну, почему бы нет? Ну, да, наверное, это три незабываемые минуты. Мы увидели канатную дорогу, побывали на вокзале, я снова прослезилась. Еще я тут вот увидела какое-то янтарное мыло, янтарные шампуньки для душ. Мне уже очень интересно, как они его делают. Винирчики. Все равно это создает определенное настроение. Здрасте, а подскажите, это янтарное мыло? А почему оно янтарное? Там добавляется масло янтарное. Здесь состав написан. Мыльная основа, янтарная кислота, янтарное масло, масло облепихи и янтарь. То есть он там внутри, что ли, прям, да? Вот, а здесь крупные кусочки. Офигеть. Мне нужно янтарное мыло, срочно! Янтарное масло. Ну, я честно в это поверила. И плачу, опять же, от счастья, что у меня теперь есть янтарное мыло. Потому что вот этот домик, он оказался, называется домик охотника. И он даже на продажу. То есть домик охотника никому не нужен. Тем не менее, он находится на карте как одна из достопримечательностей. Вот это кошка, которая наела щеки на подаяниях. Кстати, это вот по счету, ну, мы здесь, что, пару часов видели кошек, наверное, штук 10. И они все вот такие вот с наетыми щеками на подаянии, да? Маленькая кисонька. Маленькая кисонька. А кто наел щеки? У кого красивые и творческие щеки? Классная сувенирная лавочка. Очень красиво сделана. И здесь мои любимые морские коньки. Я обожаю морских коньков. Это главная площадь. Она оформлена в старом стиле. Здесь написано гостиный двор Раушен. Это Светлогорск. Раньше назывался Раушен. До войны. Здесь все такое супер, супер новогоднее. Красиво, конечно. Все выглядит стилизованно. Особенно если вот приехать откуда-то даже по России путешествуя, здесь очень сильно отличаются от других российских городов. А вот это достопримечательность. Смотрите, маленькая собачка. В Калининграде вот таких собачек в день можно по 15 штук насчитать. И все из них будут одеты. и каждый в свою одежду. Я, кстати, ни разу не видела повторяющуюся одежду собачек. Ой, какой ветер. Как задувать. Очень красивая киса. Все кошки очень откормлены. Сейчас время выпить кофе. Немножечко еще согреться. Я в честь праздника решила попробовать какой-нибудь рождественский кофе. и даже прямо с молоком. Пахнет очень вкусно. Еще здесь часть кафе открытой мне дома. А вот такая крыша. Там можно смотреть на сосны. Погуляла, теперь возвращаюсь в отель и осталось еще на набережной посмотреть на часы. Здесь прикольно. Вот именно здесь вот. Ну, здорово то, что нет никого. Это прям вообще кайф. Очень мало людей, очень много чаек. Сделано так красиво. и все с выдумкой, с невероятным количеством деталей. Набережный этот мягкий закат в оттенках следующего года. Селинити и розовый кварт. И, наконец-то, мозаики, на которые я хотела посмотреть. Очень красивая краска. Только что записала новогодненькое поздравление. И сейчас меня еще ждет сауна, бассейн и, естественно, Новый год. И представьте, за ближайшие, наверное, несколько лет я впервые смотрю телевизор и сегодня показывают этот с легким паром. Прикольная такая саунка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова